Имя Александра Михайловича Шулайкина навсегда запечатлено на стене в Парке Победы среди тех куйбышевцев, кому выпала честь маршировать на Параде Победы 1945 года. Но, как вспоминает семья героя, при жизни он очень скромно относился к этому и считал, что достойны этого были многие бойцы, которые своими силами приближали знаменательный День Победы. Про Парад Победы рассказывал. Про войну он не любил говорить. Он все время говорил, я, говорит, не знаю, почему меня так вроде выделили. Мы все воевали, говорит, одинаково. Поэтому, говорит, награждать нужно каждого солдата. Он все время так говорил. Для участия в легендарном параде бойцы должны были пройти строгий отбор. Это смогли сделать около 200 жителей Куйбышевской области. Некоторые из них смогли принять участие и в знаменитой церемонии повержения вражеских знамен и штандартов. Я считаю, что этот день заслужили все наши друзья, все наши боевые офицеры, которых и нет в живых, и еще живые. Я хочу поздравить вас с этим днем. Пожелать вам доброго здоровья, счастья, благополучия и всего-всего доброго. Почтить память погибших бойцов, тех, кто ценой своей жизни защитил родную землю и возложить цветы к вечному огню в Парке Победы, пришли глава города Елена Лапушкина, представители ветеранских организаций, родственники Куйбышевцев, участников Парада Победы, а также участники патриотических движений и неравнодушные жители города. Мы все с вами наследники Победы и потомки победителей. Мы должны, мы обязаны помнить имена наших героев, чтобы с гордостью и честью нести это звание, чтобы с гордостью и честью защищать нашу с вами Родину. После торжественной церемонии глава города также возложила цветы к бюстам героев Советского Союза Василию Маргелову и Владимиру Чудайкину. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.